вот мы друзья уезжаем с пляжа через вот поля справа полив мне больше нравится снимать вот сейчас чем когда вы ехали туда потому что мы сейчас как бы из теневой стороны снимаем и я не боюсь что там солнышко чуть слепится наташа как как мы едем мы едем прямо 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 поехали через старый центр а потом уже друзья мы поедем в старую часть города можно назвать это даунтауном или это будет не точно это будет даунтаун хорошо можно даже остановиться будет интересно чем да мы там остановимся и пройдемся а что это справа такое странное растение я даже не писаю что мы в брюсселе такое выращивали ну ладно так едем если что-то дорога на сказать довольно как бы это мягче сказать отличается сильно вот привычного по качеству покрытия ой цветет клубничка слева ребятам там ягоды даже лежат вот я слева вижу тут много машин наверное ничего не собирают потому что объяснить наличие такого количества машин в таком месте ничем невозможно работники вот они куда-то и тут подхватили в поле увели я не вижу хотели работали в поле так как да вот справа такой замечательный сарай вот она друзья америка который не приняли мало кто видел нам загад покажите вот эту америка вот вам слева еще неприглядные такие сараи вот она вот тут живут эмигранты которые там понимаешь не получилось ничего вот а это вот бетонная подставка чтобы бочку с водой поставить хорошо хорошо да друзья надо ли а вот среди людей которые живут и работают в 20 мире вот латинос там много таких что нелегальные или это в основном уже такие наши местные есть много нелегалов когда я ходила в adult school у нас девочка выходила в школу мексиканочка она вышла замуж но это было нелегально каким-то образом или он не мог оформить на нее документы а потом в следующем семестре она приходит и говорит что ее уже не так зовут а Джозефина мы так смотрим одно и то же лицо потому что он не мог оформить документы на предыдущие имя она нелегально въехала сюда и пришлось и выехать обратно мексику поменять имя и и пригласил уже с другим да то есть она фактически поменяла свою identity и въехала как совершенно другой человек а во многих племенах африканских так вот тоже закопают типа похоронил и тогда у тебя другая судьба будет а вот откопают вот когда тебя вытащили оттуда вроде тоже другой человек и прежняя карма к тебе не относится вот здесь так документами так бывает часто ой а мы здесь уже стояли в пробке а вот видишь это склад да друзья туалетов есть числа туалетом чтобы человеку не пришлось прямо на клубнику да нет это ему склад просто отсюда их ренту и правильно но но пойми правильно человек не должен собирать клубнику тут же в поле сделать потом дальше идти конечно нет это хорошо это совершенно другая клубника получится если каждый будет на нее делать самое удивительное здесь да что не мексиканцы как бы осваивали эту территорию сюда приехала много югославов давно да и здесь после мексиканского населения 2 это вторым почти по численности для по численности является вот не гославское население то есть серб сербы кто-то крыше а коробка рваты хорваты хорваты насколько я понимаю тоже католики также как и также как и мексиканцы и они здесь вот и сейчас содержат много полей они начали выращивать фрукты и плюс сады у них ну это неудивительно хорваты фактически нанимают мексиканцев так получение получается хозяева этих полей и на них работают мексиканцы здесь очень интересное такое место есть гиздич раньше да это семья этих хорватов до югослав приехала сюда не купили землю засадили яблоками и потом яблоки не смогли не могли продать в том количестве вырастала и они придумали другой бизнес они из этих яблок стали печь пироги пироги их заменить знаменитейшие пироги и после этого они потом начали выращивать ой пошли на ура люди приезжают из других городов да это паломничество за этими гиздич пирогами люди приезжают с очень приличного расстояния и они продаются горячими то это приходишь и он прямо где-нибудь так разрекламировал мы можем заехать сегодня заедем наташа ты смотри как у нас на ходу формируется формируется план наши поездки наташа наш зритель не такой хочет все сразу и за ценой не постоит которую мы заплатим это какую-то песенку это она пела да а или нет 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 это другая группа какая-то ну я тебе скажу главное чтобы было спето уже кто спел в конце концов чего же там да надо сказать что вот мы в погоне за не даже не знаю зачем в поисках себя приключения приключения на свою голову значит вчера заказали такую систему которая будет стоять у нас в классной комнате и будет писать в очень высоком качестве видео что в классе происходит будет писать на hard drive она будет писать именно видео будет преподаватель пока она будет не давать давай так камера там потрясающе сама камера стоит 1600 долларов вот это вот камера но там всего остального всего вместе получилось на 3000 вот это переглядно это переключение мы будем делать во время монтажа наши монтирующие средства позволяют нам переключать влево вправо ближе дальше там и так далее то есть у нас есть возможность это делать во время монтажа но просто в силу того что человека держать там с камеры четыре часа помешать то это довольно сложно а кто бы такие объемы монтировать но у нас больше там найдется это же с пожара нет но во всяком случае те те видео которые мы хотели бы иметь у нас же нет у нас есть то есть она одновременно снимает несколькими камерами и можно потом нет нет она снимает одной камерой она снимает одной камеры а мы уже там будем потом монтировать если она снимает одну кайфе на снимать только преподавателя например да а нужно снимать то что он показывает нам на проект в тот момент когда ты будешь монтировать ты можешь взять тот кусок экрана который тебя интересует и так вот я же об этом увеличить его каким каким образом она переключается и на пинах ли можно это сделать но правильно должно несколько мира на преподавателя вторая на доску это в идеале было бы так так было бы легче монтировать ты бы только переключал таким с одной камеры на другую а у нас будет что-то что это это клубника для всяких я да это клубника мы будем проезжать поля выращивается но вот все-таки знаешь что все-таки в сезон вот начиная с 1 апреля это там допустим какого-то июля октября вот эти ягоды они по вкусу совсем другие чем другую другу другу и непонятно почему то есть вот именно очень меньше солнца а я тут еще друзья есть в америке такое извращение когда берут здоровенные клубничище размером с кулак но может быть я утрирую и окунают их в шоколад и еще торчит из этого зеленый хвостик и вот они их так бы особо извращенных формах доставляют со льдом чтобы там не потаяло доставляют в виде подарков там в коробках с какими-то украшениями так далее это такой целый бизнес вот наташа в шоколад их тут тоже окунают или как на складе может это делает ресторан а что горячий шоколад горячий окунать холодную клубнику по нам горячий шоколад какой же не после этого лайфтайм а я тут же замораживают она холодная потом уже не полезно в мексике отдыхала там подавали у нас у девочки был день растения мы попросили что-нибудь спешил справа как я вот это уже да он там видимо можно сказать живенько живенько вот одно единственное окно тут настоящее наташа это что даунтаун нет пару кварталов уже будет даунтаун не ранее завтра наводнение большое наводнение было до сих пор даже вот где-то я не помню в банке или все висит фотография вода дошла до вот этого здания слева миранчо наташенька скажи просто вот мексиканский магазин я понимаю что люди которые живут в таком месте они видимо привыкают и ходят вот такие магазины чем чем интересен такой характерно мексиканский магазин вот что какая в нем фишка вот или скажем нам с нашими вкусами что там хочется взять во первых в мексиканских магазинах ты можешь покупать продукцию на выбор таким образом когда ты приходишь покажите мне вот этот кусочек я хочу взять вот такой или вот такой в супермаркетах все завернута в пленочку пакетиках и так тебе делать не будут здесь как мы на базаре цены там пониже да цены конечно намного ниже чем американцы в этих супермаркетах потому что там за 50 60 долларов ты набьешь себе багажником машины полностью фруктами овощами и даже у них есть органическое что-то или нет у них практически знаешь как все идет как бы органической но они на этом не делать фишку потому что их не продукция если она не органическая то получается быстро надо не кукой если она органическая то она портится быстро если не органическая потому что химикаты и она долго может находиться в холодильнике а их не продукция раз-два туда-сюда ты должен кушать сразу потому что Если надолго купишь, она портится То есть видно, что она органическая Потому что портится быстро Вот это даунтаун Это уже начинается Следующий светофор Это Майнстрит Мы можем посмотреть Если хотите припарковаться Видишь старинные дома И можно пройти А Ми, это видно, что это значит Ми Пуэбло, Ми Мексика Моя Мексика Мой народ Ми Пуэбло Ми Пуэбло Это моя деревня Как, Пуэбло это не пипл? Нет, деревня Как интересно Ну что же Вот магазин называется Моя деревня Ми Пуэбло Мы зайдем туда, в Ми Пуэбло Это не здесь, это надо куда-то Мы еще дальше ехать Вот это здание очень симпатичное такое, да? Классического такого стиля Вся стиля как Чуть попозже там, чем Мишин, конечно Но чуть пораньше, чем Мишин, Мишин ты имеешь в виду? Ну, Мексиканский? Ну, да, да Ну, здесь не похоже на мексиканское строительство То есть, это даунтаун явно не такое? Нет, нет, они не мексиканское Когда Вот, вот, сквер Направо? Прямо мы будем ехать Ну, вот, получается, центр вот эта площадка Справа сквер Да, справа сквер Да, и видишь тут люди отдыхают Сидят И раз в неделю по пятницам Здесь, кстати, вот будет после обеда фермер-маркет О, фермер-маркет Вот тут? Да, видишь, он уже вставит Друзья, мы хотим фермер-маркет А что же мне после обеда? Обычно с утра? Нет, нет, нет Будет не день сегодня Сегодня же пятница А, конечно, хотим Знаешь, я теперь о них тут расскажу Давай Значит, Москва, там улица Горького И американка мечется там ко всем Пытаясь найти И говорит Ты спик инглиш, ты спик инглиш, ты спик инглиш И никто не спик инглиш Ну, и она такая себя в расстройстве И там идет такой, знаешь, вальяжный Довольный жизнью Такой постарше, может быть, такой кавказец идет И она к нему подскакивает и говорит Ты спик инглиш? И он такие радостно и так умиротворенно говорит Конечно хочу Да И вот так вот мы Это школьники идут Смотри, друзья, это наши американские школьницы Да, это вот с правой стороны будет high school Где? Вот следующий квартал Ага Ну что, ребят, симпатичные Очень приятные лица у ребят High school, high school вот начинаем Очень приятные, симпатичные молодые люди А с левой стороны, вот, видишь, мартинелл сайдер А, это мартинели здесь делают яблочный этот самый Пирог Сидор 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 Шипучку Шипучку Так Ну что же, друзья, вот вам Вот вам та самая Америка И вон старинное здание, видишь, какие? Здесь, кстати, вот тоже с правой стороны музей там есть Еще один Так, ну, вообще-то, такое место, я сказал, вот здесь депрессивное Да Немножко Направо здесь? Направо, да Ну вот эти домики, наверное, тоже что-то стоят, правда? Они должны быть очень дешевые какие-то Да, здесь земля, все это может не быть дешевой 152 152, это дорога, номер дороги Это хайвей через горы в Геллрой Ага А до Геллрой сколько здесь езды? Ну, если ехать по 152 Да, вот сюда, направо Где-то полчаса А, всего? Осторожно Всего полчаса? Да Чем мне нравится Ватсонвилл? Это центр вселенной Полчаса, куда бы ни захотел ехать Направо, налево, прямо Направо полчаса Монтерей Через гору Геллрой Да Наискосок направо Холест Нет, не Холест, аж Салинос Налево это Санта Круз Тоже В пределах полчаса А вот с точки зрения работы Те люди, которые не являются Занятыми в сельском хозяйстве Мексиканцами Вот эти люди, где работают Вот те, что в Атсонвилле живут Ну, много работают в школах Сошел вокер То есть государственная служба Да И плюс Киргивин Вот такие И плюс они занимаются Хаус клинин Так, а кому они чинят Кому они чистят дома Если тут как бы Ну, допустим, в нашем районе Люди живут уже Которые работают Моем микровойде Много людей живет за горами Они нанимают их Они приходят, убирают им Я сама делаю это Экономлю деньги А вот интересно Если они отсюда едут Сколько стоит убрать Допустим, такой дом, как твой Ну, такой дом убрать Это В зависимости от того Что ты заказываешь Если ты заказываешь Эхим Вымыть кухню Холодильники Такое Ну, холодильник нет Но кухню, конечно, вымыть Все Карпит весь Почистить Шкафы они не открывают Но помыть полы Да, да Очень Очень симпатичное А что там в нем? А сейчас там офисы просто Да Так что Так почем? Получается От 100 до 200 долларов Ну, такие же, как в Долине Цена Они не меньше В принципе, так же А это такое Шопинг-пласса Такая справа, да? Да Так, очень симпатично выглядит, кстати Истлейк-вилландж Хорошо Такой вилландж С черепичной крышей Все очень низенько Здесь елочки продают на Новый год Ну, да На площадке Закрывайте Здесь написано Что Феверенцы Косы был флот Да Спасибо, у флот Да Ага Кстати, вот тоже много микрорайончик И здесь на каждом доме сразу же строится Построились с солнечными батареями Видишь, крыша Да, да, справа Так это уже прямо черепица встроенная такая, да? Да, да Так а где они взяли? Это тесловская черепица или что? Нет Это тесловская черепица, посмотрите Тесловская черепица, посмотрите Будет только Ну, посмотрите, но черепица встроенная прямо Значит, это другая черепица Значит, что-то еще делать А у нас уже ягоды с левой стороны Но этот дом стоит прямо напротив поля Вот тут как бы интересно А то есть люди живут, а рядом поля Он уже не работает на поле, им очень удобно Переныш, это как это кладбище И дом, он перешел и все Удобно, да, жилище Не надо далеко переезжать Не надо, ты хорошо говоришь, да Видишь, вот даже чья-то домашняя Усадьба Усадьба, да И клубника растет Я просто уже видела такую черепицу Когда она обыкновенная И туда идут вставки просто еще какой-то Я думала, что это Тесла А, наверное, кто-то еще делает Потому что почему-то ни про кого неизвестно Тут вот перекресток, куда мы там? Прямо Мы едем сейчас гездить раньше Оу, ес Так, прямо Прямо сюда Эта дорожка идет прямо Да, да Эта дорожка идет прямо Едем Едем за пирожком вкусным А вот здесь Либо Дешевая такая Лавка Где продают свежую продукцию И не афишируют, что это Ворованная Нет, не ворованная А как Органическая Органическая, да То есть они продают органическую Но делают вид, что это нет Да Они продают органическую Но не берут за это дополнительные деньги Вот еще одна школа Это медиал скул Ага, справа Да Лейк Ю А где же лейк? А вот лейк Это слева вот этот Вон и слева и справа там Еще за этом А вот хай скул Хай скул Этот Католическая Слева Справа А слева церковь католическая Окей, церковь Через дорогу школа И кладбище Кладбище святое О, тут кладбище большое Цветов сколько-то, смотри Да, большое Все в цветах Да А что, какой-то день, что все цветы несут? Или что такое? Они искусственные И вот где покрыто Видишь Такие дужки Это уже Это парники, да? Парники для Для малины Блубери Разбери Ягоды Так они в парниках растут? Чтобы птицы не ели, видно, да? Для того, чтобы пыль не садилась И плюс Вот, видишь, справа-слева Да, они под сеткой такой Это не столько парников Сколько сетка, наверное Не-не-не-не Они накрывают пленкой Пленкой, не сеткой Есть места, где сеткой накрывают Чтобы птицы не ели А это есть Они держат здесь Под пленкой Потому что Им надо, чтобы тепло было Как красиво вообще Горы какие впереди Фантастика Да А вот с левой стороны, кстати Здесь Фэрграунд Ты видишь Получается, что Разговорки Ярмарки всякие Ярмарка И помнишь, я тебе говорила, что Будут они строить домики Вот, вот вам надо будет поехать сюда Да Мы слышали рассказ об этом Да, вот здесь как раз они будут их строить И, кстати, если у тебя есть флайер Я хочу, чтобы Миша тоже посмотрела Да, да, я покажу Я покупаю флайер Что очень интересно Да А что с домиками? Это дочка Оля Хатасевича Рассказывала, что она туда каждый год ездит И они строят там свои бунгалы И каждая группа строит свое определенное бунгало Это как Бернинмен? Вот это вот оно и есть Да Не, но Бернинмен это в другом штате Кстати, вот на этом месте Каждую грядницу в гонке машин устраивает А мы в котором часу? Вечером часов в 7 по-моему А здесь направо Так, друзья, мы углубляемся в поля и теплицы Но это и неудивительно Мы ездим на ферму к Югославу Ягодному Так А вот как выглядит изнутри Да, видишь, какая изнутри Да, я немножко повернул влево Чтобы и солнышко меньше было нам И вот, чтобы лучше было видно А там какой-то кустарник мелкий растет Ну, вот тоже блубери, малина, да Малина, как она? Ежевика Ежевика Блубери, блэкбери, разбери, да А это Мартинелли справа Вот они, яблочный сидор И, соответственно, у них справа яблочные деревья растут Из которых потом из яблок делают А может быть, даже это Гистич Написано было Мартинелли А, это было написано, да? А Гистич будет чуть дальше Санта-Мария-ранч Тут все куда-нибудь, не повернешься, все дурач Это, конечно, не Техас Тут таких ранчиков нет больших Тут все маленькое Не то, что так, все на тракторе Хорошо, так один на дороге, шикарно И сутки ем, да? Такого нету Я говорю, шикарно, едем никого на дороге нет Такое непривычное ощущение Прямо как будто в этом самом едем Да, как в Миши где мы ездили Да, никого нет А касса в Калифорнии у нас такое есть Мы не торопимся, видишь, гистич ранее Эплс Прямо Лехтон А кто будет налево? Не на эту улицу Налево на какую-то улицу А это вот сам этот гистич раньше? Или что это? Просто дом большой? Я не знаю, кто это тут живет Приличный человек живет на какой-то дом Так, цитрусовые осыпаются Где налево? А вот налево, вот там, где желтенькая, видишь? Ага, ну не на проселок, ладно Ездить раньше Вот тут и знак стоит Один блок Написано с 9 до 5 ежедневно Ну слушай, мы прям приехали в правильное время Да А что за пироги-то? Я понял, это ничего не так Это легендарные пироги Там они сделали прямо кафешку Мы сейчас по кусочку сделаем Нет, ну они какие? Они похожи как русские пироги Пай Не пирожок, а пай Круглые такие Круглые такие Как тарелочки металлические С ягодками Налево А, вот такие? Пироги такие не люблю Нет, Света, ты не паешь Это дело же не в форме Нет, я люблю сдобные Я думала, что это сдобные пироги А вот эти, которые хрустящие Нет, нет, все Налево То есть я едем в натуральный не сезон Натуральный не сезон Все тут работает Нет, ну вот я имею ввиду листьев Нет, деревья стоят голые Там, хорошо, что мы одеты А так вообще Да Это место паломничества А это не просто так Даже смотри Сейчас машины стоят 1937 год Да С 1937 года Югославы, значит, эксплуатируют местное население Ты знаешь, что У меня такое ощущение, что я здесь когда-то был Но не скажу точно Большой Да, мы здесь что-то собирали, ты знаешь, что это? Мы когда-то сюда приезжали И вон там, впереди Собирали, по-моему, черешню Ну Ну, по-моему, мы ездили на черешню Красное здание Это Да, это магазин Давайте где-нибудь встанем Да О, нет, тут колпак стоит Да Не, ну сейчас дальше немножко проведем Да Друзья, место нам встать найдется Сюда можно еще тоже приезжать И чего-нибудь собирать самому А на выходе На выходе заплатить Пожалуйста Можем сюда Можем сюда Можем сюда Можем сюда Тут такой драндулет рядом стою Да Симпатичный Чтобы он тебя не побил Драндулет Это он довольно такой старый Оп Все Сюда Можем сюда Сюда